Ну нет, 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 нет! Ну как так могло случиться? Эмма, я знаю, что ты где-то здесь. От меня не спрячешься. Вот же! Да она отстанет от меня хоть на минуту или нет? Вот где! Ха-ха-ха, ха-ха, ха-ха! Какая же ты бедная, Эмма! Нет, пожалуйста, не подходи ко мне! Думала, что убежишь от королевы вампиров? Ну ты непослушная вампирша! Да чего ты от меня хочешь? Ты же уже добилась всего, чего хотела! Понимаешь, Эмма, я очень внимательная вампирша и свидетелей оставлять не собираюсь! Нет, я не позволю тебе! Ах ты, жалкая вампирша! Прости, прости, я не хотела! Ты меня вынудила! Стой! Упустила! Ну и чего, ты ко мне еще вернешься, будь в этом уверена! Так, и раз! Зам, пожалуйста, перестаньте! Мне еще нужно сделать домашку по физике! Если бы ты и нам домашку сделал, мы бы тебя даже не трогали! Ну что, Томас, на счет три! Конечно! Ира! Эй, что вы собираетесь делать? Перестаньте! Мама! Софья, ты посмотри, что мальчики делают! Ой, на что тут смотреть? Каждый день такое! Пожалуйста, отпустите парни! Я сделаю вам домашку по физике! Поздно, Батан, поздно! Уже не повернуть время назад! Макс, пристань страдать ерундой! Лучше пошел и купил своей девушке молочный коктейль! То же самое касается и тебя, Томас! Да сейчас! И... Я не поняла! Это что тут происходит, мои дорогие ученики? О, миссис Розик! Как же мы рады вас видеть! А мы тут немного с Ботанчиком поиграли! Да, Оскар? А ну немедленно отошли от него! А то я ваших родителей к директору вызову! Повезло тебе, Батан! Ну так, нам у Бест в этой серии не открываем учебники на странице с конкурсами! А я тебе говорила, Макс, не страдать ерундой! Ну, любимая Софочка, мы немного поприкалывались! Мы же парни такие, нам нужно это! Так, разговорчики отставить! А сегодня мы будем проходить... Опа! А кто это к нам гнездышко пожаловал? Прости, девочка, но ты ошиблась с классом! Мне... Мне... Помогите! Да, сумасшедших нам еще в классе не хватало! Ой, уйди на... Ааа! Эй, красотка! То есть, ты как? Давай вставай, ты чего упала так резко? Макс, не поняла! Ты чего к ней побежал? А ну быстро ко мне! Так, а ну быстро все сели! Ой, мне нужно помочь этой девочке! Урока отменяется! Оскар, помоги мне ее поднять! Эй! А чего это Батан ей помогает? Он в силах только ручку может поднять! У него вместо рук только палки дряхлые! Так, я кому сказала замолчать! Оскар, занеси ее ко мне в кабинет, а вы ждите другого урока! Ну капец! Все малины нам испортили! А ну-ка, быстро за нами! Это как вообще понимать, Макс? И ты, Томас, ты какого вообще побежал сразу помогать этой беднячке? Любимая, для начала отпусти мое ушко, а то она болит! Да, я уже его не чувствую! Ну, рассказывайте, что это только что было? Ну, что рассказывать? Мы просто очень добрые и захотели помочь! Да, и это не из-за того, что она была очень красивая и милая! Ой, дурак! А что? Ах, красивая и милая, да? Я тебе сейчас покажу красоту и милашность! Ай, ай! А ты его смеешься! Прости, любимая! Это же надо было так побежать к этой девчонке! Она же похожа на сумасшедшую! Сумасшедшая? Хм, интересненько! Милая, пожалуйста, перестань меня бить! Что бы такого я больше не видела, понятно? Да-да, понятно! Ну, Софочка, у меня есть только ты, красоточка! Ну, Софочка! Извините, могу ли я вторгнуть за ваш разговор? А вы кто такая? Я? Я просто незнакомка, которая подслушала вашу беседу! Вы, мадам, шли бы куда-то подальше! А то мы вас проведем далеко и надолго! Хм, хм, хм! Ай, перестаньте! Это неприятно! Мы были неправы! Пустите нас, пожалуйста! Эй, ты как обращаешься с нашими парнями? Тебе что, жить надоело? Знаете, девочки, я бы научила ваших парней вежливости! Но да ладно! Я так-то не хочу с вами ссориться! У меня есть к вам предложение! Предложение? Да! Давайте пройдем в более уединенное место! Где, где это я? Ай, проснулась! Наконец-то наша спящая красавица! Давно была пора! Кто вы такие? И где я вообще нахожусь? Ты находитесь в кабинете учителя в нашей школе! Меня зовут Оскар! Приятно познакомиться! Где? В школе? Я вообще не помню, как я сюда попала! Я учитель Рози! Как тебя зовут такой, дорогуша? Меня зовут Эмма! Не так, Эмма! Расскажи мне, пожалуйста, как так получилось, что ты ворвалась ко мне на урок и потеряла сознание? Я не знаю! Говорю же, я ничего не помню! Ты что-то должна допомнить! Мы тебе никак не поможем, если ты нам ничего не расскажешь! Я же не могу сказать этим людям, что я вампир! Они ведь испугаются! Эх, ладно! Можешь пока не говорить! У тебя, наверное, там свои какие-то причины есть! Ах, и что же мне с тобой так делать? Простите, а я не могу остаться у вас в школе? Ну, теоретически, да! А вот практически нет! Школа это заведение учебное! И здесь нет спальных мест! И... Оскар, хоть не на уроке умничай! Эмма, а у тебя что ли нет дома или родителей? Нет? Эх, ужас! Ну, не могу же я тебя оставить просто так, бедную! Оскар, с ней займешься ты! Я? В каком это смысле займешься? В прямом! Вот, возьмите и купите Эммочки формы! Что? Простите, но я не могу принять эти деньги! Это слишком много! Не стоит! Я как-никак учитель, и мой долг помогать детям! Будешь учиться в моем классе! Не волнуйся! У нас хоть и класс хулиганов, но я тебе в обиду не дам! Какие же вы все-таки добрые люди! Так, все, и идите! Через час начнется урок! Вы должны на него успеть! Конечно, миссис Розик! Пойдем, здесь неподалеку есть магазин одежды! Лишь бы мне это боком не вылезло! Восхитительно! Вы чего на меня так смотрите? На меня что, грязь? Я, конечно, извиняюсь! А что вы пьете? Это, это всего-навсего кровь! Да шучу я, повелись! А вы смешная! Чувак, она какая-то странная! А то, ты помнишь ее силу? Я думал, что у меня рука отвалится! Ну, о каком предложении вы хотели поговорить? Я вообще-то занятая мадам! А, точно! Так вот, я слышала, что вы разговаривали о какой-то бездомной девочке, которая похожа на сумасшедшую, да? А, да! Заявилась к нам в класс и отрубилась на ровном месте! Да! Она нам сразу не понравилась! Фу! Просто фу! Ну да, я таки сразу поняла! Так вот, а о чем я вас хочу попросить? Вы мне ее принесете, а я вас созолочу! О-о-о! Ну так что, вы согласны? О-о-о! Помогите! Эй, красотка! То есть, ты как? Ну, понимаете, на это очень трудно пойти, это как-никак похищение! Вы что, совсем дураки от такого отказываются? Мы согласны, и даже не обговариваются! Эй, Софья, а со мной это обсудить не нужно? Не нравится, можешь валить на все четыре стороны, я тебя здесь не держу! Мы все сделаем сами, и это состояние будет только наше! Ну и ладно, больно надо! Пошли, Макс, скоро урок начнется! Ой, девочки, вы намного умнее, чем эти ваши кавалеры! Они просто тупые, ничего не понимают! А знаете, девочки, я вам еще могу с кое-чем помочь, идемте со мной! Но у нас урок скоро, и нам нужно на нем быть! Что ты предпочтешь? Целое состояние или один несчастный урок? Стелла, ты дурочка или что? Один несчастный урок пропусти! Ну, мы согласны! А куда идти? В мой милый дом! Просто так вы не сможете мне ее привезти! А там я вам расскажу маленькую тайну! Идемте! Ну что там? Ты уже переоделась? Совсем скоро урок! Нельзя опаздывать! Еще совсем чуть-чуть? Я почти все! Я впервые где-то с девочкой хожу! Она еще и такая красивая! Я хочу, чтобы мы стали парой! Ну, мне идет эта форма! Вау! Ну, чего молчишь? Это даже круче, чем получить Нобелевскую премию в области физики! Спасибо! Мне приятен твой комплимент! Теперь я действительно похожа на школьницу! Слушай! А я вот спросить хотел! Почему у тебя такие красные глаза? А это? Ну, это... Вот же! Теперь он поймет, что я вампир! Но деваться уже некуда! Понимаешь? Я... Я вампир! Что смешного? Ой, ну ты смешная! Какой еще вампир? Их не существует! Это антинаучно! Да я серьезно! Я не шучу! Я правда вампир! Ну вот, сам посмотри! Ух ты! Впервые вижу человека с такими длинными клыками! Нужно будет написать диссертацию! Ну, как же тебе доказать? О! Я придумала! Можешь даже не стараться! Все равно ты... Ого! Ну, теперь ты убедился! Это немыслимо! Да чтобы Эйнштейн в гробу перевернулся! Это просто невозможно! Даже я такое не подниму! Вот так вот вампиры существуют! Вот тебе живой пример! Жесть! Мне нужно разузнать об этом побольше! Это же мировое открытие! Ну, нет, пожалуйста, не рассказывай! Просто кое-кто не должен знать, где я нахожусь! За тобой что? Охотники на вампиров гонятся? Ого! Да нет же! Это все... Королева вампиров! У вас еще и ваша королева есть! Я себе сейчас точно мозг перегоржу! Как же интересно! Так, мне кажется, что мы уже на урок опаздываем! Может, пойдем уже? Ой, точно! Побежали! А то нам прилетит от миссис Рози за это! Так, а я не понял! Урок уже как пять минут идет, а никого нет! Мы правда-то неприлежные ученики! Но на урок пришли первыми! Так, и где наши девчонки подевались? Что эта странная женщина им сказала? Встречу! Бам-бам ей будет! Слушай, братан! Может, нужно было согласиться на это состояние? Че? Ты что, забыл? Ты тоже видел это прекрасное лицо! Она выглядит как ангел! Согласен! Я уже представляю, что она будет моей! Эй, братан! Ну, ты типа, конечно, мечтать не вредно! Но она будет со мной! Усек! Нет, моей будет! Не спорь! Нет, моей! Нет, моей! Нет, моей! Нет, моей! Нет, моей! Нет, она будет моей! Миссис Розик, извините, зоопарь! Ай, ее еще нет! А ну, свали, братан! Мадемуазель, присаживайтесь! Это лучшее место в нашем классе! Спасибо, конечно, но разве это не место учителя? А ты где-то видишь здесь миссис Розик? Я лично нет! Значит, можно! Эй, может тебе что-то принести? Я, кстати, Томас, красавчик этого класса! Не обращай внимания, он просто вгон! Таких еще поискать нужно! Это я красавчик этого класса! По мне даже видно! Вы меня простите, конечно, но я сюда с Оскаром пришла! Фу, дети! Простите, что опоздала! Задержал директор! Ой, Эммочка! Тебе так идет школьная форма! Спасибо, миссис Розик! И за ваши деньги тоже спасибо! Так, вы оба! Почему вы не на местах? Все, все, уходим! Не надо здесь шума подымать! И где ваши подружки? Почему они еще не на уроке? Без понятия! Шляются где-то! Нам какая разница? У нас вообще дела до них нет! Мы птицы свободного полета! Ну, ладно! Так, открываем учебники и начинаем урок! Прошу, чувствуйте себя как дома! Подруга, тебе не кажется, что мы подписались на ужасную авантюру? Ты просто трусиха! Как по мне, прикольное место! Ну, ладно, поверю тебе на слово! Итак, девочки мои хорошие! Как я вам и обещала, расскажу свою самую сокровенную тайну! И что же за тайна такая? Я королева вампиров! И эта бездомная вампирша хотела занять мое место! Королева вампиров! Стоп, стоп, стоп! Вы сейчас не шутите? Серьезно, вампирша? Угу! Звучит как полный бред! Без обид! Бред? А что я, по-вашему, пила в кафе и сейчас пью? Я не шучу! Это и есть настоящая кровь! Жесть! Поверить в это не могу! И поэтому у меня есть для вас еще одно предложение! Я бы так сказала, бесплатный подарок! Подарок? Это уже интересно! Да! Я бы хотела вам подарить час своих сил! Ну, если простыми словами, то сделать вас вампирами! Что? Ну уж нет! Это уже слишком! Давай уйдем отсюда, Софи! Стелла, стоять! Ты совсем дурочка? Или ты прикалываешься с меня? Что? Ты себя вообще слышишь? Она хочет превратить нас в вампиров! Так это же замечательно, Стелла! Мы сможем быть почти всемогущими! Разве ты не жаждешь такой силы? Подруга, мне кажется, что ты сошла с ума! Стелла, не бойся! Это совсем не страшно! И не больно! А без вампирских сил вы не сможете мне ее сюда притащить! Ну... Стелла, если мы будем так медлить, то эта Аэма уведет у тебя парня! Ты этого хочешь? Ну... Ладно, хорошо! Я согласна! Вот и чудно! Давайте не терять ни минуты! Ну что, готовы? Да-да! Ну тогда... Приятного мне аппетита! Так, дети! Сегодня все молодцы! Не забудьте на завтра сделать домашнее задание! Фух! Не так уж и плохо побыть обычной школьницей! Эмма, если ты хочешь, мы можем пойти в кафе и там сделать домашнее задание! Отличная идея! Я не против! Нет! Нет уж! Никуда ты с собой эту красотку не заберешь! Ботан! Ты уже забыл, что мы делали с тобой с самого ватра? Повторить? Эй! Чего вы к нему пристали? Пойду отпустите его немедленно! Конечно, отпустим! Но только если ты пойдешь с нами на свидание! Мы же куда круче, чем лозер несчастный! Нет! Он в сто! А то и в тысячу раз лучше вас! О нет! Ты ранишь мое ранимое сердечко! Зачем же ты так с ним? Чтобы облегчить нашу боль, нужно проучить ботана! Что вы так? Нет! Прекрати меня! Что вы делаете? Перестаньте! Эмма! Я сам справлюсь с ними! Дай! У меня нет другого выбора, как использовать свои вампирские силы! Так, так, так! Что это тут происходит? Кого там принесло? Милая! Как же я за тобой заскучал! Где ты была все это время? А мы вообще-то вас ждали! И ни в коем случае не подкатывали к нами! Что-то с ними не так! Я не чувствую от них запаха человека! Неужели? Нам не интересно, чем вы здесь занимались, придурки! Мы пришли забрать Эмму! Так что, Эмма, будь паинькой и не рыпайся! Девчат! Мы не знаем, что вам сказала та ненормальная! Но мы вам Эмму не отдадим! Мы, как ваши парни, запрещают вам! Понятно? И что? Что? Ладно! Мы стали вампирами! Это она с вами такое сделала! Да какая разница! Давай, пошли за нами! Мы два раза повторять не будем! Нет! Вы ее пальцем не троните! Оська, нет! Ты ничего не сделаешь! Свалил батар! Нет! Вот ты и попалась, Эмма! Что она вам предложила? Деньги, золото! Не верьте ей! Она вас обманывает! Замолчи! Не рыпайся! Софи, что мы с этим делать будем? Мама! Эти амбалы пусть лежат! А этого давай заберем! Чтобы Эмма была с ним послушная! Нет! Не трогайте его! Нажмите меня! И тебе это решать! Иди давай! Мама! Мама! Моя голова! Что произошло? Такое ощущение, что на меня целый шкаф упал! Стоп! А где ботан с красоткой? Куда они их увели? Без понятия, братан! Но добром это не пахнет! Нужно что-то решать! Идем искать ее! А ботан что? Да плевать на этого ботана! Нужно понять, куда они ее увели! Может пойдем к миссис Розе? Она нам поможет! Точняк! Ну ты и голова, Томас! Пошли! Пошли! Зачем? Почему вы забрали Оскара тоже? Ей нужна только я! Отпустите его! Ничего личного, Эмма! Нам предложили хорошую сделку за тебя! Поэтому молчать! Жди, пока она придет! Понятно? Да как? Вы не понимаете? Она же просто пользуется вами! Рассказывать сказки будешь кому-то другому! Сиди молча! Что? Где я? Оскар, как хорошо, что ты проснулся! Как же ты достал! Ай! Эмма, ты цела? Как же я рад! Ой, какое же милое зрелище! Я прям расплачусь! Ты? Да, я! Вижу, ты очень рада меня видеть! Сьюзи, отпусти Оскара! Он здесь ни при чем! Тебе нужна только я! Конечно, конечно! Слушаюсь и повинуясь, королева! Ты этого хотела услышать! Свою часть сделки мы сделали! Теперь твоя очередь! Конечно, мои подчиненные! Только сначала я поговорю с Эммой, хорошо? В следующий раз не перебивайте меня! Ну что ж, Эмма, теперь ты от меня не убежишь! Я наконец-то выполню то, что хотела закончить! Эмма, о чем это она? Ты что-то сделала? Нет, Оскар, все гораздо сложнее! Ладно, Эмма, подожди немного! Я сначала поговорю со своими слугами! Какие мы тебе слуги? Ты случайно не припухла? О, чёрт! Ещё раз повысишь на меня голод, получишь по полной! Идём за мной! Эмма, что за возьми меня, что это бред здесь происходит? Понимаешь, Оскар, это всё из-за меня! В каком смысле, Эмма? Я просто была ужасной королевой вампиров! Чего? Фух, наконец-то я закончила! Хм, а что-то мои ученики, что-то типа совсем... Там же курина! Всё, я... Эмма, стоп! Так, вы, два интеллектуала, что произошло? Да там, там капец, миссис Рози! Вы даже себе представить не можете! Там капец! Всё, я вас поняла, чтобы завтра с родителями в школу! Ну, миссис Рози! Ну что? Ну, скажите мне по-человечески, что произошло? Всё, братан, давай ты! Мне надо отдышаться! В общем! Мы пришли забрать Эмму! Мы вам Эмму не отдадим! Вот ты и попалась, Эмма! Не трогайте его! Позьмите меня! Мама! Мама! Вот, в общем, всё так и произошло! Угу! Угу! Завтра с родителями и ещё с психотерапевтом! Ну, миссис Рози, мы вам правду говорим! Мы... Мы не настолько умные, чтобы придумать такую классную ложь! Так, значит, представим! Пришли к нам в класс Стелла и Софи, которые стали вампирами! Украли Эмму и Оскара! Да? И как я в это должна поверить? Ну, да, всё-таки было! Легко поверите! Ой, как же вы мне дороги с этими выходками! Так, ладно, если я с вами пойду и найдём их, вы отстанете от меня? Да-да-да-да! Сим, краситель, большая опасность! Нам нужно поспешить! Ну, я не такая уж и молодая, чтобы куда-то там спешить! Дайте мне минутку собраться! Миссис Рози, нет времени собираться! Побежали быстрее! Там с Оскаром, наверное, уже высохший банан сделали! Всю его кровь выбили! Побежали! Всё, ладно, я возьму с собой только сумочку! Так, ну, куда идём? Где они? Вы точно надо мной издеваетесь! Давайте мы, может, их пойдём хотя бы на улице поищем! Где-нибудь! Ты голова! Побежали скорее! Ладно! Что значит, что ты была плохой королевой вампиров? Понимаешь, изначально не Сьюзи была королевой вампиров, а я! Серьёзно? Как это возможно? Ты же, когда появилась в первый раз в классе, совсем не была похожа на королеву! Это всё потому, что она свергла меня с трона! Она давно готовила переворот на меня, а я всё время закрывала на это глаза! Ну, почему? Ты же была самой королевой вампиров! Почему ты не могла приказать посадить её за решётку? Или что-то такого? Я же говорю, я была слишком добрая ко всем! Я не могла никому причинить зла! Жесть! Я до сих пор поверить не могу! А разве у тебя нет подчинённых, которые были бы за тебя? Конечно были! Но она сразу кинула их в темницу, и они никак не могли мне помочь! Ужас! Эмма! Я обязательно помогу тебе отсюда выбраться! И мы вернём твою корону! Оскар, это уже бесполезно! Я просто хочу, чтобы это всё закончилось! Нет! Так нельзя! Ты же настоящая королева вампиров! И они нуждаются в тебе, а не в какой-то злой вампирше! Ты так думаешь? Конечно! Ставлю своё будущее на близкую премию! То, что они и ждут твоего возвращения! Спасибо, Оскар! Ты первый человек, который меня так поддерживал! Рано меня благодарить! Давай лучше думать, как отсюда выбраться! Попытаемся развязать друг друга! Ну и долго мы будем заниматься этой ерундой? Мы по-любому их найдём! Они сто процентов тут были! Я, конечно, понимаю, что вы самые плохие ученики в классе, но в ваших головах же должно быть хоть что-то! Но, миссис Рози, это довольно обидно! Я на самом деле умный парень! И вообще, я вам отвечаю, этот курс всё видел! Так, ребята, у меня завтра единственный выходной! Я пошла! А, миссис Рози, подождите! Нам нужно их спасти! Не подумайте, что мы страдаем ерундой! Мы их правда и ищем! Знаете, со стороны это выглядит ещё хуже! Да как вы вообще посмели со мной так разговаривать? Но вы же сами предложили сделку! Вы обещали нам золото! Это что, Софи только что с кем-то разговаривала? А, мы вам говорили! Мы не врали, мы не тупые! Мы говорили вам! Давайте идёмте, увидите всё своими глазами! Ну ладно, мальчики, идёмте! Это не честно! Вы должны нам отдать наше золото! С таким вашим отношением ко мне теперь я вам ничего не должна! Всё, мы вас больше слушать не будем! Софи, уходим отсюда! Стоять! Что? Почему я не могу идти? Что за Эйнштейн меня возьми здесь происходит? А мы вам говорили, а вы нам не верили! И что мы будем делать, миссис Роза? Мы должны найти, где они спрятали ботана и эту красоточку! С этого момента вы мои слуги! И будете слушать меня беспрекословно! Понятно? Да! Вот и отлично! Тогда давайте спустимся вниз и... Мамочки! Чё встали? Бежим! Лучше Дракула меня возьми! Быстро побежали за ними! Наверное, они пошли спасать этих двух! Я им этого не позволю! Ну же, давай! Почти получилось! Ну что там, Оскар? Почему так долго? Так! Вроде это... Это это место! Вот! Ботан и красотка! Ну что вы мне провалиться? Мои дети, вы как целы? Миссис Роза, быстрее освободите нас! Нам нужно выбираться отсюда! Настоящие вампиры, что мы... Так, давайте шустрее! А то они сейчас прибегут и сделают из нас высохший банан! А нашими силами мы эту дверь не удержим! Эмма, почему ты не сказала, что ты вампир? Простите, но у меня не было другого выбора! Вы бы тогда меня испугались и не помогли мне! Вампиры! Братан, вставай! Вот же ворога с этими людишками! А все что, как повад! Сьюзи, немедленно отпусти всех этих людей! Тебе нужна я, а не они! Уже взяла и послушалась мелкая фальшивка! Да как ты вообще смеешь разговаривать со своей королевой в таком тоне? Королевой? Да что здесь вообще происходит? Дети, меня возьмите! Ну а вот и неправда! Это ты, фальшивка! А настоящая королева, это Эмма! Что? Ты нам солгала? Как нам это понимать? Знаешь, я уже не хочу играть под твою дудку, Сьюзи! Я ухожу! Я сказала, стали на месте! Да что происходит? Почему после того, как она сказала стоять, я не могу идти? Села не слушается! Это что за магия такая? Это сила вампира, который их укусил! Она их укусила, и теперь они слушаются только ее! А теперь развернулись ко мне! Эмма, разве ты справишься с тремя вампирами? Селенок-то тебе хватит! Так, стоп! Эмма, красоточка наша, ты же там тоже вампир! Может ты это, ну сделаешь что-то? Ну пожалуйста! Да не могу я, я не могу ничего сделать! Не могу! Я так и знала, что ты не поменяешься! Осталась такой же доброй и трусихой! А королева должна быть строгой и могущественной! Счастью! Простите нас! Мы не хотим этого делать! Оно само как-то! Эмма, послушай меня! Ты должна взять все в свои руки! Я не могу! Ох, Эмма, только представь, что я сделаю с этими жалкими людьми, когда мои слуги приведут их ко мне! Что ты сказала? Они станут едой для моего народа! Вампирам же нужно чем-то питаться! Мама, спаси нас! Я не позволю! Что ты сказала? Я не слышу! Я сказала, стоять! Что? Что? Опять? Вы двое сели! Чувствую куклой себя какой-то! Что ты делаешь, Эмма? Ты замолчи! Что происходит? Эмма ими управляет? Похоже на то! Могу предположить, что это настоящие силы королевы вампиров! Она имеет власть над любым вампиром! Сьюзи, я как шестая королева королевства вампирей изгоняю тебя из королевства! Все на улицу! Да как ты смеешь так обращаться с королевой вампиров? Молчать! Я настоящая королева вампиров, а ты просто фальшивка! Ты никогда не будешь сидеть на троне! Никогда не будешь королевой! Я еще вернусь! Запомни мои слова! Скатертью дорожка! Как же сложно быть строгой! Эмма, какая ты крутая! Я просто в шоке от себя! Ну ты, красотка, даешь! Ну ты даешь! Все равно будешь моей! Нет моей! Что ты сказал, нет моей? Моей! Моей! Я сказал бы, это на мою! Нет, опять этот цирк начинается! А то кусты, то это силы и больше нет! А что за кусты, миссис Роза? Ай, там долгая история! Софи, Стелла, раз вы стали вампиршами, то вы будете работать у меня в королевском замке! Чего? Эммочка, ты меня, конечно, прости, но это мои ученицы! Я не могу их пустить в свое какое-то странное королевство! Да? Ну тогда, тогда, чтобы мне такое придумать, тогда я останусь в вашей школе! Что? Эмма, ну так же нельзя! Миссия, ты ведь королева вампиров! У тебя есть свои обязательства! И... Ничего страшного, Оскар! Я все равно буду с вами! Ладно, Эммочка, а как тебе будет лучше? У нас же урок через 5 минут! Давайте все быстренько, давайте на урок, давай! Мать, мальчики, хватит своей ерундой! Давайте, мы с ней просто на урок! Ну что, идем? Лежим теперь наше подруга! Как же все-таки хорошо быть школьницей и королевой одновременно! А-а-а-а! Он виноватся! Кто? Он! О нет, он же появляется только раз на 10 лет! Вот именно, сегодня исполняется 10 лет после того, как он похитил еще одну девушку! Ты идешь со мной! А-а-а! Мам, этот дом очень странный! Ты правда уверена, что мы хотим его купить? Доченька, этот дом как раз подходит под наш бюджет! А после расставания с папой мы только такое себе можем позволить! Обычно после такого дома в фильмах ужасов начинается самое страшное! Ой, доченька, не накручивай себя! Все будет хорошо! О, вы уже пришли? Заходите! Ой, мам, что-то она мне совсем не нравится! Ну, тихо ты там! Пошли! Улыбайся! Вот наш зал! Этому дому уже больше тысячи лет! Ну и ремонт, как видите, давно не менялся! Да, ну и видно, здесь, наверное, не убирались с того же момента! Ты так не говори! Я здесь провожу генеральную уборку ежедневно! Ой, не переживай, солнышко! Я еще немного накоплю денюжек, и мы сделаем здесь генеральный ремонт! Не советовала бы здесь что-то менять! Почему это что? Аварийная постройка! Давайте сначала подпишем документы о покупке дома, а потом уже обо всем поговорим! Да, что-то мне здесь уже вообще не нравится! Ой, а это что еще за пятно? А, так это кровь убитой когда-то женщины! Она до сих пор здесь не отмывается! Что? Здесь что, кого-то убили? В смысле? Почему вы не сказали нам об этом раньше? Так, что-то ты уже начинаешь себя накручивать! Давай я лучше включу свет, чтобы ты не боялась! Так-то лучше! Я же вам говорю, сначала подпишите документы, а потом обо всем поговорим! Ладно, мы покупаем этот дом, у нас нет другого выбора! Да, мам, но вот если со мной что-то случится, то в этом будешь виновата только ты! Ну, раз уж уже считается, что вы купили этот дом, то я хочу вас поставить перед фактом! Что она еще сейчас может сказать? О том, что я здесь буду работать до конца дней и говоря, что здесь бывают какие-то мистические вещи! Что? Мистические вещи? Ты только глянь на них, они походу до сих пор не понимают, что их ждет! Королева моя, не переживай, мы покажем им, кто здесь настоящие хозяева, а они для нас всего лишь обед! Чур, я пью кровь с этой маленькой девочки, хочу стать немного моложе! Людина, ты можешь выбрать кого угодно, весь этот мир принадлежит только тебе! Стоп! Вы будете работать у нас? Ну да, когда вы подписывали эти документы, там было маленьким шрифтом написано, что я здесь буду работать до конца существования этого особняка! Мам, ну ты что, серьезно, в свои годы до сих пор не научилась читать мелкий шрифт? Ладно, Эмочка и Ера, складывай свои вещи и беги в школу, не стоит опаздывать в первый день! Школу для отсталых детей в маленьком городке? Мама, можно я опоздать? Блин, эта школа настолько старая, что мне приходится таскать из собой реальные книги! Мы это и в прошлой школе все пользовались электронными! В следующий раз будьте аккуратнее! Ну, ого! Ну, спасибо! Я так понимаю, ты новенькая, да? Ну, новенькие у нас здесь не часто бывают! Да, ага! В такую глушь, как у вас, может захотеть переехать только моя мама! На самом деле у нас очень хороший и милый городок! Тебе просто нужно к нему привыкнуть! Нет уж, спасибо! Я точно не хочу к этому всему привыкать! Я очень надеюсь, что мы с мамой здесь ненадолго! Слушай, Эмма, ты такая негативная! А вообще, с какого ты дома? С 666 дома на этом перекрестке! Вот, кстати, а откуда ты знаешь мое имя? 666? Ладно, мне пора! Да, щекнутый он какой-то! Хотя, чему здесь удивляться? В этом городе все такие! Так, ладно, пойду я уже на урок, а то опоздаю! Майка, я сколько раз тебе говорила! Не флиртовать с нашими жертвами! А, говорила! Ну, Аманда, я и не знал, что у нас с этого дома! Будешь знать, балбес! Кажется, я совсем забыла собрать тот учебник! Их здесь настолько много, что я даже не помню, какое мне именно надо! Дорогая, наконец-то в этом доме появились новые жертвы! А то после той пропажи тут все боялись даже ногой ступить! Мой король, мы покажем этим людишкам, что такое настоящая королевская семья! Ой, вы тоже слышите эти звуки? Они мне вообще не дают нормально сосредоточиться на работе! Конечно слышу! Это нормально для этого особняка! Фу, а что это вообще такое? Сквозняк, наверное, да? Какой еще сквозняк? Это королевская семья вампиров! Королевская семья вампиров? Мне не послышалось? Ну, конечно, не послышалось! Вы думаете, почему этот особняк продавался задешево? Ну, не знаю, может, просто район неблагополучный? Ну, или городок маленький, и здесь никто не хочет жить! Ну уж нет! Это давнее поместье королевской семьи, граф! Эти души уже давно по этому дому ходят! Жуть! И как их хоть немного успокоить, чтобы они так не бушевали? А нам, обычным смертным, уже этого неизвестно! У меня аж мурашки по коже! Ладно, я лучше пойду, приму ванну, а то в такой обстановке я вообще работать не могу! Идите, идите! А вы живо сюда! Что такое, Сьюзи? Что ты хочешь из наших душ? Слушайте, не думайте пугать раньше времени смертным! Мы вампирско-королевская семья, и мы сами решим, что нам делать! Ну уж нет, сами здесь ничего решать не будете! Пока я сюда примежу вам жертв, то вы меня слушаетесь! А когда-то я была одна из твоих жертв! Ну тебе повезло, что он влюбился в тебя, и ты стала королевой неужином! А теперь быстро угомонились, а то я вас отсюда выселю! Выселишь? Сестра, мне иногда кажется, что ты забываешь, с кем разговариваешь! С тобой! Только вы не забывайте, что без меня бы никто! Как же она меня раздражает! Вы бы сразу умерли, если бы я вам не нашла жертв! Да ты! Спокойно, любимая! Придет время, и мы еще обязательно о себе заявим! Да как она посмела нам с тобой что-то говорить? Мы с тобой король и королева, а она обычная служанка! Спокойно, моя королева! Она действительно просто служанка, но она ведь доставляет нам пищу! Мне плевать, она себе очень много позволяет! Либо ты за нее возьмешься, либо с ней разберусь я! Хорошо, я что-нибудь решусь с ней, но, кажется, я знаю, как нам с тобой повеселиться! Повеселиться? Любовь моя, ты всегда мне знал, какие подарки нужно дарить! Она такая беззащитная, когда спит! Так бы и выпила всю ее кровь! Какая вкусненькая девочка! Так бы ее и съела! Нет, нет, пожалуйста, не надо! Не трогайте меня! Мама! Почему она так кричит? Нужно срочно проверить, или с ней все хорошо! Я вам еще раз повторяю, здесь нет ничего страшного! Ничего страшного! То есть, если в этом доме течет кровь вместо воды, это ничего страшного, да? Это же просто кровь! Что тут такого? Что происходит? И почему с крана течет красная вода? Доча, в этом доме происходит какая-то мистика! То кровь течет с крана, то какие-то странные звуки во всем доме! Фух, спокойно, Бридни! Ты просто себя накручиваешь! Я же вам говорю, этот дом необычный! Здесь когда-то жила королевская вампирская семья! Да мне все равно! Но их души не совсем рады, наверное, новым жителям! Не рады они, видят ли! А то, что я купила этот дом, никого не смущает, да? Я теперь здесь хозяйка, я! Да тише, мам! Не кричи ты так! Я бы вам не советовала такое при них говорить, а то эти души разозлятся и вам точно не поздоровятся! Так это вы еще и собираетесь мне угрожать? Мам, успокойся! Ты ведь уже взрослая и ты сама должна понимать, что никакой мистики не существует! Это все просто бред! Ты, наверное, права, доча! Я просто последнее время на стрессе! И не понимаю, кто вообще прав, а кто нет! Ну, наконец-то! К тебе пришел здравый смысл! Ага! Ой, дочь, тебе уже пора в школу! Я так испугалась этой крови, что даже не заметила, как летит время! А я надеялась, что ты не вспомнишь! Не бывает мистики, я вам ее устрою! Ты только посмотри на них, они пытаются найти оправдание всему, что происходит! Ай, дураки! Они еще до сих пор не поняли, что это необычное совпадение, и они себя явно не накручивают! Идиотская школа! Идиотская школа! Я иду туда всего второй раз, но мне уже надоело! Здрасте! А что вы делаете у нас во дворе? Вы что-то хотели? Вам нужно позвать маму? Ладно, в этом городе, походу, все странные! Я только что так напугал эту мелкую! В следующий раз бери меня с собой! Я же так люблю наслаждаться страхом этих мелких девочек! Ничего, дорогая, ты еще тоже испугаешь этих смертных! Любимая, ничего не слышно о предстоящем событии! Ничего, кроме того, что кровавая луна будет через несколько дней! Мы так долго ждали этого события! Надеюсь, что все пройдет гладко! Иначе быть не может! Согласна! Да и вообще, главное, что мы с тобой вместе! А все остальное пустяки! Ты права, королева моя! Да как я вообще опять смогла перепутать учебники? Без такие мы и взяла физику! Помоги мне! А ты еще кто такая? И почему ты уселась в мой локер? Я знаю, что ты можешь мне помочь! Я знаю! Ты что, странная? Чем я тебе помогу? Выбраться из моего локера? Нет, я хочу кушать! Помоги мне! Да что с тобой такое? Ты что, совсем с ума сошла? Помоги! Да не хватает меня так за руку! И вообще, ты почему такая холодная? Дорогуша, а почему ты гуляешь по коридорам, а не на уроках сидишь? Да я просто перепутала книги и решила их поменять! Поменяла? А теперь иду и на уроки! Да, я сейчас пойду! Просто здесь какая-то девочка просит о помощи! Я думаю, что нужно ей помочь! Какая еще девочка? Да вот тут же в локере сидела! Ты иду, меня не делай! Что только не придумаешь, чтобы на уроки не идти! Да я вам правду говорю! Иди, иди! Я уже не выдерживаю! Мне срочно нужно поживиться кровью какой-то девицы! А то моя кожа уже вся старит! Ну ничего, осталось еще совсем немного! Привет, Майк! А почему это в классе нет никого, кроме тебя? Понятия не имею! Скорее всего, они просто опаздывают! Да уж! А меня за то, что я всего лишь на пару секундочек задержалась возле своего локера, отчитали на несколько лет вперед! Ха, это, наверное, наша директрица! Она всех пытается держать на коротком полотке, но у нее плохо получается! Угу! Но настроение у нее точно получилось мне испортить! Да, она такое любит! А, слушай, Майк, а какие у тебя вообще планы на сегодняшний вечер? Да вроде никаких, а что такое? Да ничего, я просто думала позвать тебя к себе, мы можем посмотреть у меня фильм! Ого, неожиданно! А почему ты решила меня позвать к себе, а не какую-то подружку? Тьфу, будто бы у меня в этом городе есть кого звать! Ты пока что единственный, кого я знаю, потому решила, что могу позвать тебя провести со мной вечер! Ну, ладно, тогда я приду! Только чур, фильмы выбираю я! Надеюсь, это будет не какой-то там брутальный мужской боевик! Обижаешь! И вообще, не стоит на меня вешать какие-то свои ярлыки! Я что, тебе на какого-то дурачка похож? Ну, есть немного, если честно! Не говори так! Мне, между прочим, обидно! Да ладно, ладно, не обижайся! Уже интересно, что ты там выберешь! Ну, я, наверное, уже пойду! Я так понимаю, что урока уже не будет, и я свободна! Ага, пока! Майк, что ты делаешь? Я понимаю, что это просто так мне в срок не сойдет! Но я не могу удержаться! Я в бед! Я не должен влюбляться в смертных! Ну, ладно, надеюсь, все будет хорошо! Если я сейчас же не выпью свой любимый банановый смузи, считай, что этот день я профукала! Смузи! Назвали! А здесь только что все летало! А теперь все на своих местах! Как оно так быстро все поменялось? Похоже, вы не на шутку разозлили вампиров! Я бы вам посоветовала быть немного поосторожнее! Нет! Мне это уже все надоело! Я вызываю экзорциста! Пускай разберется со всей этой нитистью! Вы думаете, вы первая, кто решил, что это вам поможет? Не знаю, или я не первая, но точно не последняя! Я искореню отсюда этих всех вампиров! Вы извините, но этот дом принадлежит им! И я думаю, они первые вас искоренят, чем вы! Похоже, все-таки не зря моя доченька говорила, что мы зря сюда переехали! Мам, привет! Я дома! А ты чего опять такая взволнованная? Да потому что мне надоела вся эта мистика! Мам, ну сколько тебе еще раз нужно повторить, что это все просто выдумка! Ага! Только почему я эти выдумки собственными глазами вижу? А, скажи мне! Да потому что ты одна в это все веришь! Да ты никогда меня, доченька, ни в чем не понимала! Ладно, мам, пускай будет так! Кстати, сегодня ко мне в гости придет мой одноклассник! Мы просто посмотрим фильм и никому не будем мешать! Обещаю! Ой, так ты же совсем недавно еще в кукла игралась! А теперь уже с мальчиками фильм смотреть! Как же быстро дети растут, а? Мам, ни с кем я не встречаюсь! Это просто мой друг! Так что, пожалуйста, не нужно себе там накручивать что-то? Ой, ну ладно, ладно, не буду смущать! Мальчик, значит! Мам, пап, вы можете мной гордиться! Я сегодня такое сделала! Помоги мне! А ты еще кто такая? И почему ты уселась в мой локер? Я знаю, что ты можешь мне помочь! Я знаю! Ты что, странная? Чем я тебе помогу? Выбраться из моего локера? О, дочерка вернулась! И что же, ты научилась превращаться в летучую мышь? Или, может, поймала свою первую жертву? Или испугала до седины свою учительницу? Да нет, все лучше! Я испугала смерть, которая живет в нашем доме! Ты бы видела ее лицо! Мы им покоя точно не дадим! Если честно, сама уже становится их жалко! Кстати, а где твой брат? Я понятия не имею! Опять шастает где-то! До кровавой луны осталось всего лишь пару дней! Не могу дождаться этого события! Это будет моя первая кровавая луна! Мне даже, если честно, немножечко страшно! Не переживай, доченька! Все бывает впервые! Да, Тайлер? Да, вот и твоя мама тоже прошла свою первую кровавую луну! И, как видишь, ничего страшного не произошло! Надеюсь, когда я вырасту, я буду такой же красивой, как и моя мама! Доченька, ты будешь еще в сто раз лучше! Я надеюсь, я не опоздал! Конечно же нет! Ты еще пришел на час раньше! Фух! Интересно! Как же ты сумел все так быстро сделать и успел ко мне приехать за это время? Ну, пускай это будет моя маленькая тайна! Ну, ладно! Слушай, ты пока выбери фильм, а я пойду повещаю вам вкусняшки, хорошо? Хорошо! Обещаю, что не выберу боевик! Майк, так это ты тот самый парень, который решил с жертвой посмотреть фильм? Ты меня и тут достанешь! Ну, да! Я за все время, пока торчу в этом запертом доме и школе, хоть нашел, с кем можно провести свое свободное время! Нехороший вариант ты выбрал! Ты решила со своей жертвой пообщаться? Ну, пока что она просто моя подруга! Никакая не жертва! Да как же с вами сложно! Я вам здесь пытаюсь пищу найти, а вы... Майк, я тут... Представляешь, я пока резала нам фрукты, поранила палец, и теперь у меня идет кровь! Кровь? О, нет! Только не это! Майк, что с тобой? Почему тебе начало всего трусить? Я просто был слишком долго голоден! Я не могу себя сдерживать! Майк, держи себя в руках! Я не могу себя контролировать! Что? Вы знакомы? Из-за твоего самозвонничества все идет не по плану! Да кто тебя просил знакомиться с этой девчонкой? Да что вообще происходит? Сейчас вы все узнаете! Кто здесь вообще кричал? Это что, опять эти вампиры мне покоя не дают? Ну ничего, я как вас бы вам, экзорцистом, мало вам не покажется! Королева моя, ты все так же прекрасна, как и десять лет назад! Спасибо, любовь моя! Но если бы ты тогда не сделал меня вампиром, я бы не осталась такой молодой! Все равно ты лучше всех! Ой, мам, пап, ну хватит уже нежиться! Вы когда так себя ведете, мне кажется, что вы обычной смертной! Милая моя, не забывай, что твоя мама до встречи с твоим отцом была обычной смертной! Ха, но тебе повезло встретить меня! Фу, мне кажется, меня сейчас тошнит! И, кстати, а когда мы уже полакомимся этими новенькими? Я безумно голодна! Ах, я не знаю, сколько еще Сьюзи будет продлевать этот план! Мне иногда кажется, что она хочет как хуже нам сделать! Я не думаю, что твоя этой сестрица желает нам хоть немного добра! Я все еще помню, как она меня предала и подала тебе в жертву! Да, но если бы она этого не сделала, то ты бы не стала королевой! Поэтому хотя бы за это мы должны быть ей благодарны! Угу! Из-за вас пошло все так, как я не хотела! Опа! А это еще кто такие? Где я? И что происходит? Ну, наконец-то! А то мы уже заждались нашего ужина! Какая милая девочка! Жаль, что она прожила так мало, а ей уже придется стать нашей пищей! В смысле пищей? Ой, я, кажется, видела вас возле нашего дома! Здрасте! А что вы делаете у нас во дворе? Вы что-то хотели? Вам нужно позвать маму? Мне очень приятно, что ты меня запомнила! И тебя! И тебя я тоже видела! Ты сидела в моем локере в школе и просила о помощи! Я хочу кушать! Помоги мне! Да что с тобой такое? Ты что, совсем с ума сошла? Помоги! А как нужно мне было просто всего помочь? А ты что сделала? Ну, Амандачка милая, сколько я у тебя просила, чтобы ты не пугала обычных смертных! Да, их кровь после того, как они пугаются, становится ужасно горькой! Да хватит шуток! И за вас мы сейчас же проведем ритуал! Сейчас? Но мы ведь специально ждали кровавую луну, которая бывает раз в 10 лет! Это же традиция! Ее нельзя изменить! Ну, а что еще делать, когда ваш сын чуть ли не сорвался, когда увидел ее кровь? Да мне кто-нибудь вообще объяснит, что здесь происходит?! Объяснить? Сейчас тебе все объясню! Я и король Тайлер, родные брат и сестра. Только вот Тайлер не совсем король. Его изгнали с королевства из-за того, что он вампир. Он ведь совсем не виноват в том, что когда-то нашу семью прокляли, и теперь каждые 100 лет рождаются вампиры. Но в королевстве это никого не волнует. А я вот ушла с братом, добровольно. Уже очень мне не нравилось это тупое правительство в королевстве. После этого мы с Тайлером решили построить для нас свой дом. Своё, так сказать, королевство. Мы строили тут особняк по кирпичику. Год за годом. И вот, наконец-то, а это свершилось. Все было готово. Но вот только не стоит забывать, что Тайлер вампир, и его природа не давала ему нормально жить. Я искала для него жертв. И поначалу у нас все удавалось, но потом он встретил ее. Виолетта была моей подругой. И я, можно сказать, что предала ее, когда принесла ее в жертву для своего брата. Только вот для нее все обернулось хорошо. Он влюбился в нее. И она стала его королевой. Неплохо у нас получилось, Тайлер. Да, лучше, чем я ожидал. Это все похоже на какую-то сказку. Скажите мне честно, вы чокнутые? Нет времени сусюкаться с ней. Давайте, вяжите ее и приступаем к ритуалу. Родители, подождите. Не надо. Вы только посмотрите на него. Кажется, кто-то втюрился в смертную и решил ее защитить. Это не может быть правдой. Это по-любому все, какой ты там розыгрыш. Сыночек, я понимаю, что ты хочешь быть похожим на своего отца. Но не стоит влюбляться в смертную. Не все же такие хорошие, как я. Он винулся. Кто? Он. О нет, он же появляется только раз на 10 лет. Вот именно, сегодня исполняется 10 лет после того, как он похитил еще одну девушку. Ты идешь со мной. Так я и не влюблялся. Я думаю, логически, что ею нам будет лучше поживиться в полнолуние, когда ее кровь будет свежей. Да, это факт. Но где нам ее все время держать? Можем закрыть ее в этом логове. Оно точно защищено магнитными полями. Я думаю, она отсюда точно не сможет выбраться. Нет, это точно плохой вариант. Смертная намного умнее, чем мы думаем. Это я вам говорю, как бывшая смертная. Все, хватит болтать. Давайте уже побыстрее ее съедим. Так, а ну-ка немедленно, все успокоились. Я вообще-то здесь король и я решу, что нам делать. Ну и что же ты решил, наш король? Мы сделаем так, как сказал мой сын. Он единственный сказал что-то умное за это время. Как обычно, мне никто не слушается. Ладно, пускай будет так. Только для начала нужно вколоть ее немного успокоительного, чтобы она уснула и было спокойней. Что? Нет, я не хочу спать. Ага, а теперь бежим. Вот же засранец. Как он посмел обмануть нас? Ну уж нет, я ему это просто так не оставлю. Майк, куда мы бежим? Может ты мне хоть объяснишь, что вообще происходит? Нет времени, просто доверься мне. Довериться тебе? Ты и твоя семья оказалась неадекватными вампирами, которые все это время жили в нашем доме. Ты реально думаешь, что после этого всего я тебе смогу довериться? Майк, я понимаю, что после всего этого тебе будет сложно переварить всю эту информацию. Но пожалуйста, прошу тебя, доверься мне. Нет, прошу тебя, просто отпусти меня домой, и мы немедленно отсюда уедем. Разве ты не понимаешь, что моя семья монстров, которые несет тебе опасность? Да? Тогда почему ты не сказал мне об этом раньше? Да потому что я не думал раньше, что могу влюбиться в тебя. Что? Ты в меня влюбился? Да, теперь это все похоже не на ужастик, а на мелодраму. Давай, может быть, лучше потом об этом поговорим, когда спасемся от моих родственничков. Майк, это же вроде мой дом, что с ним стало? Это потусторонняя сторона твоего дома, и здесь мы и жили все это время. Я до сих пор не могу свыкнуть за свою мысль, что в моем доме жили вампиры. А если быть точнее, то это ты жила у нас. Майк, не смей так говорить. Ладно, Эмма, хватит разговаривать, нам нужно бежать, иначе мои родственники нас догонят. Ну и что? Я слышала, что вампиры боятся чеснока, а у меня в холодильнике он как раз был... Да это мифы, которые придумали для фильмов. Эмма, ну как ты этого не понимаешь? Ну извините, я до тебя в своей жизни вампиров еще ни разу не встречала. Ну все, пожалуйста, хватит разговаривать, давай искать выход. Хорошо, мы можем спрятаться в моей комнате. Майк, что это? Ну нет, похоже, они заблокировали все двери силой мысли. Майк, такое что действительно может быть? Я бы никогда не поверила, что это все может быть правдой. Я видела такое только по телевизору. Как видишь. И что нам теперь делать? Кажется, есть выход. Я помню, когда ругался с родителями комнату, где прятался. И почему я не знаю еще каких-то комнаток в моем доме? Я же говорю тебе, он не твой, он наш. Ладно, Майк, пойдем скорее. Я не хочу стать чьим-то вашим обедом. Ну и что это за халабуда? Это не халабуда, а моя тайная комната. А ты уверен, что они нас здесь не найдут? Более чем. Ну раз ты так уверен, то хорошо. Тебе уже легче, не так сильно боишься? Ну да, с тобой не так страшно. Ты прости меня за то, что я все это время пытался утаивать от тебя эту информацию. Просто вампиров принято не рассказывать такое. Я до сих пор, если честно, не понимаю, как вы можете так долго держаться. Я бы, если честно, сорвалась в первую же неделю. Ну, ну, с детства воспитываю так, что ничего лишнего нам рассказывать нельзя. И говорить тоже. Ну и что, вы всю жизнь ошиваетесь в таких коморках? Да, все свои года. Кстати, сколько тебе лет? Мне, ну, мне девятнадцать тысяч лет. Но вампиры живут бесконечно. Ого, и не надоедает нам столько жить. Чем вы вообще занимаетесь все это время? Ну как что? Мы пьем кровь, на охоте ищем жертву, а в кровавую луну веселимся. Да хватит шуток! Из-за вас мы сейчас же проведем ритуал! Сейчас? Но мы ведь специально ждали кровавую луну, которая бывает раз в десять лет. Это же традиция! Ее нельзя изменить? Ну а что еще делать, когда ваш сын чуть ли не сорвался, когда увидел ее кровь? Да мне кто-нибудь вообще объяснит, что здесь происходит? Нет времени сюсюкаться с ней. Давайте, ввяжите ее и приступаем к ритуалу. Родители, подождите! Не надо! Вы только посмотрите на него. Кажется, кто-то втюрился в смертную и решил ее защитить. Это не может быть правдой! Это по-любому все какой-то там розыгрыш! Сыночек, я понимаю, что ты хочешь быть похожим на своего отца, но не стоит влюбляться в смертную. Не все же такие хорошие, как я. Так я и не влюблялся. Я думаю, логически, что ею нам будет лучше поживиться в полнолуние, когда ее кровь будет свежей. Да, это факт, но где нам ее все время держать? Можем закрыть ее в этом логове. Оно точно защищено магнитными полями. Я думаю, она отсюда точно не сможет выбраться. Нет, это точно плохой вариант. Смертная намного умнее, чем мы думаем. Это я вам говорю, как бывшая смертная. Все, хватит болтать! Давайте уже побыстрее ее съедим! Офигеть! Можно сказать, что это жизнь мечты? Не, не говори. Кстати, а как вы сюда попали? Ой, да на самом деле, это очень долгая история. Сначала мы и мама с папой развелись. Папа забрал себе наш дом, и нам пришлось переехать в этот. На самом деле, это единственный дом, на который нам хватило денег. Я сразу поняла, что с этим домом что-то не так. Я сказала об этом маме, но она мне не поверила. А когда мои родители и братья шутили над вами, вы ничего не видели? На самом деле, мы с мамой все видели с самого начала. Только она в это все верила, а я пыталась ее переубедить. И сейчас понимаю, что зря. Ну, я изначально понял, что ты умная девчонка. Ну, спасибо, Майк. Так неловко. А за все твои девятнадцать тысяч лет, ты что, был один без девушки? Да, все они за мои девятнадцать тысяч лет были неподходящими. И я как-то не мог доверить им свой самый главный секрет. Ну, и ты хочешь сказать, что я первая девочка за девятнадцать тысяч лет, которой ты доверил этот секрет? Интересно, почему? Да, Эмма, именно тебе. Потому что ты не такая, как все. Ты какая-то особенная. Я сразу понял, что могу тебе доверить этот секрет. Очень смело, Майк. Если честно, я давно тебе хотел предложить, чтобы мы были вместе. Ой, да как-то это очень страшно. Не бойся, Эмма, со мной ты будешь в полной защите. Я же вампир, и будем с тобой жить, проживать целую вечность. Да тебя никто не обидит, обещаю. Тише, Майк, я уже и так все поняла. А в том, что ты умная девочка, я даже и не ошибался. Ну, мы так и будем сидеть? Ну, нет. Ну вот вы где! Все, вам конец. Да, интересная, конечно, книжка. Я и сама, если честно, не против, чтобы в меня влюбился какой-нибудь красавчик-вампир. Все-таки это очень романтично и прикольно. Да, только из-за этого всего у меня есть только мрачный дом и бешеная мама. Ну, ничего. Возможно, подцеплюсь здесь какого-нибудь красавчика. Так, а теперь пора уже отдыхать. Завтра ведь первый день в моей новой школе. Сэн, давай быстрее. Мам, пап, я хочу кушать. Отстань, не видишь, мы делом заняты. Любимая, может, будешь помягче с малышкой Эммой? И что она ноет постоянно? С тех пор, когда у нас появился ребенок, начались проблемы. Ну, конечно. Надо же больше денег для Эммы. Эмма, 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 да у нас совсем уже теперь нет денег. Мама, купи то, принеси все. Зачем ты вообще появилась на этот свет? Лучше бы ты родилась в другой семье. Да не ругайся ты так. Сегодня мы все решим. Пошли уже. Мам, пап, а вы куда? Не твое дело. Сиди здесь и никуда не рыпайся. Поняла? Поняла. Ушли. Нужно проследить, куда это они. Интересно же. О, нет, опять разлилась в окровавый коктейль. Майк. Опять? Виолетта, ну ты что, серьезно? Я же только что убрал. Ну ничего, уберешь еще раз пупсик. Все, достало меня это все. Не хочу больше быть твоим дворецким. Майк, ты куда? Я же твой парень, а не твой слуга. Ты берешь и от меня ноги свои вытираешь. Что-то не устраивает? Тогда проваливай. Ну и ладно, мы расстаемся. Он что, серьезно? А кто мне теперь будет клыки мыть и ноги массажировать? Придется искать себе настоящего дворецкого. Ну или горничную. Что, вернулся? Странно, здесь ведь никого нет. Ура! Есть! Нам удалось ограбить миллионеров. Деньги в наших руках. Наконец-то мы богаты. Ужасно богаты. Мы миллионеры. Мам, пап. А что это у вас там в руках? Эмма, что ты здесь делаешь? Нет, только не это. Мама же велела ждать нас дома. Ну, мне стало интересно, куда вы пошли, и я решила идти за вами следом. Вот же глупая девчонка, вся в отца! Сьюзи, не надо так говорить. Эмма, милая. Что, пап? Послушай меня внимательно. Нам сейчас нужно будет очень-очень быстро бежать отсюда. Ага, я все поняла. Быстрее решайте. Ух ты, огоньки! Какие еще огоньки? Сэр, это полиция! Только не это. Вот. Что это такое? Бери это и беги, пока не устанешь. Беги! Беги! Все, вы оставайтесь на своих местах! Это подстава! Это полиция! Я не хочу садиться за решетку. Так, так, так. Кто это у нас тут? Будущие заключенные. Нет! Вы задержаны. Во всем виновата. Она! Эмма! Интересно, уже достаточно бежать или нет? О, нет! Человек! Ты не похожа на человека. Вот и горничная нашлась. Я буду кричать. Я не причиню тебе вреда. Дай мне просто свою руку. Добро пожаловать. Вот здесь ты теперь и будешь жить. Располагайся, вещи свои разложи. Ах, да. Спасибо. А ты... Куда она делась? Ну, ладно. Посмотрим, что тут у меня. Деньги? Неужели я их украла? Так, нужно их спрятать и не доставать, пока я не вспомню, откуда я их взяла. Дурацкая решетка. Пять. Целых пять лет я не могу сходить. На маникюр. На педикюр. И это все только из-за тебя. А я-то здесь при чем? Мы ведь вместе решили ограбить чужой дом с Сьюзи. Наша дочь вся в тебя. Это да. В плохом смысле. Что? Из-за тебя Эмма выросла такой приставучей и пихала свой нос куда не следует. Сьюзи, милая, так ты винишь во всем Эмму? А кого же еще? Но при чем здесь она? Если бы она пять лет назад не прибежала за нами, то мы бы сбежали с деньгами до прихода полиции. Не нервничай. Не трогай меня. Когда же этот обед будет? Ну что, дорогие бандиты, кушать хотите? Да, спасибо. Меня уже тошнит от ваших хлопьев. Если вам что-то не нравится, мы можем предложить вам корм, который покупаем староживому псу. Да вы! Тихо, Сьюзи. А то они разозлятся на нас. Нам же здесь еще недолго осталось сидеть. Да, через несколько дней вы опять выйдете на волю. И наверняка сразу же начнете свои грязные делишки, да? И тогда мы вас обязательно поймаем. Знаете это, вам от нас не убежать. Тихо на вас. Надеюсь, они не заразные. Ну что, время обеда? Да, пойдем в кафе. А потом на маникюрчик в салон. Я надеюсь, этой Эмме пять лет жилось так же ужасно, как и нам. Сьюзи, что ты такое говоришь? Это же наша дочь. Интересно, где она там? Как где? В детдоме? А где же ей еще быть? Но я же дал ей деньги, когда нас арестовывали. До сих пор не понимаю, зачем ты это сделал? Как это? Эмма ведь наша дочь. Это растерявшая, сто процентов их потеряла. Все в тебя. Ничего, ничего. Я выйду отсюда и отомщу всем. Сьюзи, месть. Это так плохо. И полицейским отомщусь за эти хлопья ужасные. И дочку найду. Держитесь все. Да, и откуда у меня это все? Пока не время потратить эти деньги. Ну ничего. Скоро я использую вас. Эмма, где тебя носит глупая девчонка? Чем ты здесь занимаешься? Эмма, я мешаю для тебя кровавые коктейли, конечно же. Смотри мне, будешь хитрить, накажу. Пару минуток и кровавые коктейли будут на столе, Виолетик. Как же Виолетта похожа на мою мать. Такая же злая и недовольная жизнью. Ну ничего, скоро я стану вампиршей, потрачу эти деньги на себя и буду жить так, как я захочу. Эмма! Уже иду. Эмма! Как раз несу твой любимый коктейль. Сколько тебя можно ждать? Мне уже нужно собираться. Давай, выравнивай мне волосы. Но они же и так ровные. У тебя кто-то спрашивал мнение. Просто делай то, что я сказала. Да, конечно, Виолетик. Как же ей сказать об этом? Как начать разговор? Твое сердце. А что с ним не так? Я слышу его сердцебиение. Ты нервничаешь? Я просто хотела спросить кое-что. Ну давай спроси. Только если это не очередная просьба укусить тебя и превратить вампиршу. Ну почему ты не хочешь это сделать? О нет, как же ты меня раздражаешь. Не каждый может стать вампиром, понимаешь? Ты наверное думаешь, что я тебя брошу, да? Но нет, я буду и дальше тебе служить, Виолеттик. Я тебя кусать не буду, я все сказала. Ладно, пойду поищу твой спрей для волос. Лентяйка, и коктейль твой прикиши. Вот же ведьма. Ничего, я и сама найду вампира, который меня укусит. И я все-таки стану вампиршей. Открой дверь, лентяйка. Да, конечно. Ну до чего же мерзкий голос. Надеюсь, она выслушит меня, примет и простит. Ведь столько уже лет прошло, вроде бы пять. Надеюсь, Виолетта еще не замужем. Здравствуйте. Виолетта, ты сделала пластическую операцию? Ну что вы, меня зовут Эмма. Какое красивое имя, Эмма. С кем это пиздерестом хихикает? Ты? Ну привет, Виолетта. Сколько лет уже прошло? Пять. Пять лет. Виолеттик, так это твой бывший? Эмма, сходи в магазин за продуктами. Но в доме есть продукты. Зачем мне идти в магазин? Эмма, я сказала, сходи в магазин. За кофе, не знаю, в кафе. Вперед, давай. Ну ладно, поняла. Удачи. Еще встретимся, Эмма. Ну что, рассказывай, Виолеттик. Как жилось без меня? Твоих пять лет бесконечной вампирской жизни. Паралат на кокосовом с четырьмя ложками сахара, Софи. Не знаю, как ты можешь пить такое сладкое кофе, Софи? Эй, Софи, ты вообще здесь? Или летаешь в облаках? А ну там, о чем думаешь? Признавайся. Да парочка этих бедолаг из головы не выходит. Чего о них думать вообще? Скоро избавимся. Да, через несколько дней сюзи сам выйдут на свободу. Ну вот только ненадолго. Это же бандиты, воришки настоящие. Хе-хе, точно. Сразу же побегут обчищать чушую квартиру. Да. Но это все кажется очень странно. Что здесь странного? Что они нечистые на руку? Воры были пойманы на месте преступления. Проступления, так? Так. Денег в сейфе не было. Значит, их украли, правильно? Да, но к чему ты ведешь, Софи? В их руках мы деньги тоже не нашли. Где они? Выкинули наверняка. Самый умный, да? А вдруг у этих двоих был сообщник? И сообщница, которую мы упустили. Здравствуйте. Здравствуйте. С чего желаете? Как всегда. Мне, пожалуйста, один особенный коктейль для мисс Виолетты. Ну, вы понимаете, о чем я. И еще один капучино для меня, пожалуйста. Хорошо будет сделано. Интересно, кто такая мисс Виолетта? И кем приходится ей эта девушка, которая постоянно берет эти напитки? И главное, что за особый напиток? Я тоже несколько раз слышал, что она заказывала его в кафе. Вот оно вам надо? Зачем вы отвлекаетесь? Зачем вам эта девушка? Не забывайте о нашей главной теме. Про наших заключенных Сэма и Сьюзи. Сьюзи и Сэм. Как же я люблю свою способность не стареть. Три столи, а лицо, как у модели. Привет, Виолеттик. Выглядишь просто прекрасно. Ну, впрочем, как и всегда. Что тебе надо? Чего задавливаешь комплиментами? Ну, я просто решила тебя порадовать. Ты же и правда выглядишь очень красиво. И что ты хочешь опять спросить меня, чтобы я тебя превратила в вампира? Ты же сама прекрасно знаешь ответ. Нет, нет, нет. Я просто хотела спросить. Ну, вот как так получилось, что я не помню, где мои мама и папа? Я же тебе говорила, что ты упала, и у тебя было сильное сотрясение. Но, а когда я упала, их случайно рядом со мной не было? Откуда я знаю, где они? Это так странно. Да и вообще. Ты же мне говорила, что твои родители тебя никогда не любили, обижали всегда. Это так. У меня было ужасное детство. Ну вот, так что забудь про их и иди сделай мне лучше свежий кровавой коктейль. Да, конечно. Будь же приставающая. Тюрьма. Нет, нет, нет. Не может быть. Но это объясняет тот факт, что и столько лет нет уже дома. Я должна обязательно все выяснить. Эй, а как же коктейль? Точно. Спасибо. Дуракий коктейль! Аккуратнее. Вы на порядке? Да, все нормально. Спасибо. А вот этот особенный коктейль. О, кардамай. Попробуй его. И мы наконец-то узнаем, что эта девушка берет. Вы что, совсем чокнулись? Пробовать коктейль на вкус из палат? Вам что, нечем заняться? Ну а что, интересно же. Вперед работать. Без денег. А вы уберите здесь все. Да, конечно. Фу, еще не хватало, чтобы полиция узнала про кровь в коктейлях в моем кафе. Вампирские коктейли должны остаться в секрете. Вот такая вот история. Так и прилетели мои пять лет без тебя. А, так это получается, Эмма в мое отсутствие стала твоей верной слугой? Да, и прекрати о ней говорить. Слишком много внимания этой девчушке. Давай лучше о нас. О нас? Я знаю, почему ты вернулся. Ты опять хочешь быть вместе. Ладно, так уж и быть. Я согласна. Да ладно. Ты хочешь возобновить наши отношения? Ну а что? Ругаться мы больше не будем. Потом будет убирать Эмма. А мы будем наслаждаться своей вампирской и долгой жизнью. Угу. Ну а вот и наша Эмма вернулась. И где она только шлялась? Вы все еще здесь? Молодой человек, не оставите нас с Виолетой на секундочку. Ну что ж. Эмма, что за наглость? Виолетта, нам с тобой срочно нужно поговорить. Майки, иди пока распаковывай свои вещи. Чего ты хочешь? Вещи? Он что, теперь будет жить с нами? Ну не с нами, а со мной. Если ты забыла, то ты здесь не живешь, а работаешь, Эмма. В общем, Виолеттик, я тут услышала разговор полицейских. Что? Где ты уже полицию встретить могла? В кафе, в котором я беру напитки, они очень часто обедают. Но это не важно. Давай быстрее, мне это все не очень интересно. Чем более мать приехал. Эти полицейские, они упомянули имена моих родителей. В них там есть два таких заключенных. А что если это и есть моя мама и папа? Да что ты за ерунду унесешь? Разве в этом мире существует только одна Сьюзи и один Сэн? Может ты и права. А я уже там и размечталась. Иди лучше займись работой. Дел нет что ли? Да, прости. Неужели нашла? Этого не может быть. Я, я буду кричать. Я не причиню тебе вреда. Дай мне просто свою руку. Ты теперь будешь служить мне. Но я должна спасти своих родителей. Их забрала полиция. Ты забудешь, кто твои мама и папа. Ты упала и забыла, куда они уехали. Я спасла тебя после сотрясения мозга. Колоба. Ты, ты моя спасительница. Так, все, все. Я не настолько люблю обнимашки. И теперь нам пора. Подожди. Теперь я готова. Отлично. Эта девчонка не должна узнать, где ее родители. Она точно поедет в полицию. И я должна выпустить их раньше. Как же она меня бесит. Сьюзи, не надо. Кстати, обед сегодня был ужасный. Ты что-то сказала? Плохо расслышали. Не советую тебе так возмущаться. А то что? Сьюзи, не нарывайся. Если ты думаешь, что скоро отсюда выйдешь, то ты слишком ошибаешься. Чего? О, уже послезавтра я буду на свободе. С новым маникюром и в спа-салоне. Любимая, давай будешь помягче с ними. Как-то угрожающие полицейские сегодня разговаривают с нами. Советую послушать своего муженька. Характерное. Успокойся. Успокойся. Сэм, как думаешь, нас еще здесь закроют на парочку лет? Кто знает. Они могут нас подставить. Ну уж нет. Я еще на такое не соглашусь. Пора спать, а не разговаривать. Вот же противное. Сэм, только давай в этот раз не храпеть. Прошлую ночь совсем не выспалась из-за тебя. Ух, я постараюсь. Доброй ночи, Сьюзи. Люблю тебя. А вот и вы. Сэм, не храпи, я тебе сказала. Ну что ж, хотите почувствовать запах свободы? Я вам это устрою. Сэм, что это за звуки? Сэм? Сэм, просыпайте, срочно! Ну что случилось? Где решетка? Сэм, это наш шанс выбраться отсюда, раз и навсегда. Да, сделаем это. Постой, но ведь это будет считаться побегом. Ну и что? Зато мы будем на свободе. Но нас могут опять закрыть. Сэм, нас и так, и так здесь закроют. Ты слышал угрозы полицейских? Валим отсюда! У нас будут проблемы. Вот же бездельники. Больше их никогда не оставлю на ночную смену. Все равно спят. Стоп. А это что такое? У нас новый вызов. Ну вот, даже поспать нам не дали. Ой, что там уже за преступление такое? Что наш сон решили нарушить? Это другое. Это сирена значит побед. Что? Кто посмел? Что это такое? Их нет. Кто они? Варишки сбежали. Этого не может быть. Я не понимаю. Зачем было сбегать? Им же осталось всего пару дней. Отсидели бы и были бы свободны. Софья, в чем дело? Не знаю, но тут все очень странно. Эту тюрьму раньше никто не мог разрушить. А худенькие сами с Юзи сломали ее? В жизни не поверю. Значит им кто-то помог. Кто-то пробрался в тюрьму. А если они еще здесь? Значит мы теряем время. Оскар за мной. Мы попробуем догнать. Я узнаю, кто это сделал. Держитесь, преступники. Ура! Мы на свободе. Мы это сделали, Сэм. Поверить не могу. Чувствуешь этот с Юзи? Запах свободы. Запах мести. Я всем отомщу за этих пять лет. Надеюсь, наша дочь не входит в этот список. Надо найти Яму. Так, нужно быстро убежать, пока Виолетта спит. Я наведаюсь в полицию и все разузнаю. Яма, ты куда так рано? Простите, я вас разбудила, да? Прекрати со мной говорить так, будто работаешь на меня. Это Виолетта твой начальник. А я могу быть просто твоим другом. Хорошо, Майк. Куда ты меня ведешь? Послушай, Майк. Раз мы с тобой уже типа друзья, то я хотела бы попросить у тебя о продолжении. Ничего себе. Ты так быстро воспользовалась нашей дружбой. Ну говори, Яма, чего хочешь. Майк, прошу, не говори Виолетте, что я куда-то уходила с утра. Договорились. Но ты мне будешь, да, Лузна? Ладно. Ну, удачи. Эта девушка что-то скрывает. Майк, ты чего не спишь? О, ты уже вернулась? Так, Стоп, а где же ты была с самого утра? Это не важно. И, пожалуйста, не говори Эмми, что я куда-то уходила. Ну, конечно. Я же даже с ней не разговариваю. Вот и отлично. Ну, что же они все скрывают в этом доме? Что здесь вообще творится? Софья, ну, чего ты нервничаешься? Успокойся. Тюрьма уже готова. Меньше на одну проблему. Я не могу находиться на одном месте. У меня из головы не выходит, как они смогли поднять тяжеленную тюрьму. Эй, Софья, ты куда? Мне нужно пойти покушать и подумать об этом всем. И решить эту загадку. Да, ситуация и правда странная. Согласись. С самого начала эта парочка бандитов была странной. Софья права. Я тоже думаю, что у них был сообщник. Просто не говорю я об этом, потому что мне лень работать. Это же нужно будет новое дело открывать. Да, искать его. О, к нам пришли. Здравствуйте, проходите сюда. Здравствуйте. Чем мы можем вам помочь? Меня зовут Эмма. Постойте-ка. Это же вы, та самая девушка, которая берет всегда в кафе. Странные коктейли. А у вас хорошая память. Конечно, я ведь из полиции. Так что случилось? В чем проблема? Вам что, не сделали коктейль, как обычно? Нет, нет, что вы. Я бы хотела увидеться с парой заключенных в вашей тюрьме. Так вот оно что. А вот это уже интересно. У вас в нашей тюрьме сидят знакомые? И с кем же именно мы должны устроить вам свидание? Их зовут Сэм и Сьюзи. Интересно. Позвольте узнать, откуда вы их знаете? А они ваши друзья? Возможно, они мои родители. Что? А ну-ка садитесь на мое место. Расскажите, что значит возможно? Мы хотим знать все подробности. В общем. Что-то в этой истории здесь не так. Но что именно? Поверить не могу в том, что у них есть дочь. Софья, у нас такая новость. Но у нас везли уже бездельники. Я, деды, без вас. А почему это мы бездельники? Между прочим, пока ты здесь обедала, мы почти раскрыли дело. Что? Не смешите мою полицейскую форму. Что вы могли раскрыть? Ты сейчас удивишься, но у наших сбежавших заключенных есть дочь. Что? Ага, интересно, да? Она не могла быть сообщником родителей. Почему вы так думаете? Девочка притворилась глупой. Мол, не знает, где ее родители и не помнит, куда они подевались. И знаешь, какой последний день ей напомнит? Ну, какой? День преступления. Она точно просто не хочет говорить, что была с ними. Так украденные деньги у нее? Мы раскрыли это дело. Вот это место. Наше место. Наш любимый старый домик. Я даже немного скучал. Не надо скучать, Сэм. Нужно бежать отсюда, ведь мы сбежавшие из тюрьмы. Но это же наш дом. Ты дурак, полиция сюда точно заявится. И тогда это будет наш последний день на свободе. Ты права. Если полиция сюда придет, то нас обратно заберут в тюрьму. Нет, нет, нет. Мы этого не позволим. Ты так уверенно говоришь, как будто у нас есть план. Конечно, есть. Я не готова снова кушать эту овсянку тюремную. И что же мы будем делать? У нас нет денег, нет паспортов. Только дом. У нас есть дочь. А ты, дурак, отдал ей все наши деньги. Думаешь, они еще есть у нее? И она их не потратила? Даже не смей о таком говорить. Ты меня понял? Эта девчонка не посмела бы. Почему ты так уверена? Да потому что она воспитанная. Всем тебя. Давай найдем нашу девочку. Я так соскучился. Постоянно думаешь только чувствами. Из-за того мы им бедны. Вообще, зачем я выходила за тебя замуж? И ребенка тебе рожала. Значит, вы сидели в тюрьме из-за денег. Вот в чем дело. Ты что там, разговариваешь сама с собой? Майк, ты что-то хотел? Эй, ты чего так волнуешься? Твое сердце так сильно стучит, будто вылетит сейчас. Нет, Майк, не надо. Ого, это что, деньги? О, нет. Эти деньги, они не мои. Они принадлежат моим родителям. Ничего себе. А кто они у тебя? Миллионеры? Ну, вообще-то, они грабители. Эй, ты чего плачешь? Иди сюда. Что здесь происходит? Виолетта, это не то, о чем ты подумала. Заткнись. Майк, ты совсем чокнулся? Майк, ты же только вчера ко мне переехал. Это ты помирилась со мной, а я еще не был готов. Вот же подлец, а ты мерзавка. Я тебя приютила, дитя бандитом, а ты такое творишь. Что? Так ты знала, что мои родители преступники? Знала и не сказала мне об этом. Это как ты могла? Успокойся, Эмма, дыши, дыши. Нет, да вы посмотрите, он ее еще и успокаивает. Я себе не дам в обиду. Вам двоим конец. Нет. Папа? Папа? Никто не сможет обижать мою дочь. В моем доме вообще-то наглецы. Папа? Деньги. Да что в этом доме происходит? Всем оставаться на своих местах. Это полиция. Ага, попались все-таки. Еще и ты сообщница на месте. Дело закрыто. Эмма. Что это было? Майк. Как это он сделал? Что в этом доме вообще творится? Что еще? Нет, глупый Майк. Мне еще не хватало, чтобы полиция узнала, кто я такая на самом деле. Ну вот, почему она брала странный коктейль. В этом доме живут вампиры. Сюрприз, господа полицейские. Где я? Майк. Что ты сделал? Зачем ты забрал меня оттуда? Это ты так пытаешься сказать мне спасибо? Там же мои родители. Я не могу их бросить. Послушай, Виолетта мне сказала, что эти родители тебя в детстве обижали и плохо с тобой поступали. Это правда. Меня никто не любил. Ну вот, видишь. Ты правда хочешь вернуться и сесть из-за них в тюрьму? Нет, не хочу. А Виолетта? А что она? Она сколько лет тебя обманывала и заставляла работать на себя. Ты прав. Мне нельзя к ним возвращаться. Но так чем я буду заниматься? Виолетта сказала, что ты мечтаешь стать вампиршей? Да, это так. Но она никак не соглашалась меня укусить. А еще я знаю, что ты искала вампира, который сможет укусить тебя. Неужели ты сможешь это сделать? Только если ты готова стать вампиршей, я укушу тебя. И ты сможешь проживать со мной бесконечную вампирскую жизнь. Знаешь, Майк, это идеальные планы на жизнь. Идеальные планы на вечность. Ну что, Оскар, смотрят девчонки на меня? Еще как. Мне бы твою популярность, Майк. Ну все, Бритни, я признаюсь в своих чувствах к Майку прямо сейчас. Удачи, Эмма. Майк свалила. Эй, ты чего? Ого, а эта девчонка смелая. Это вампирша, моя подруга. Маму, я в школу. Ого, ты куда такая красивая собралась? На очень важную встречу. И вечером сегодня не опаздывай на ужин, доченька. Тебя ждет сюрприз. Ну окей. Ого, Эмма, это твоя мать? А ей идет красная помада. А Миссис вроде красотка. Говорит, у нее для меня сюрприз. Как думаешь, что это может быть? А может, Миссис Рози решила найти себе мужа? Не говори ерунды. Как же мне все-таки повезло иметь подругу вампиршу. Надеюсь, она меня сегодня не сожрет. Ой, прости, пап. Стоп. Пап, ты что, побрился? Неплохо, да? Твой отец еще молод? Конечно, молод, ты ведь вампир. Только вот, ты никогда не бреешься. В честь чего такое событие мне очень интересно. Виолетта, дорогая, я познакомился с прекрасной женщиной. Ты что, совсем чокута на грани своего трехсотлетия? Вот только не надо ей говорить о моем возрасте. Папа, мы и так нищие. А ты еще решил в наш дом женщину притащить? Дочка, деньги это не проблема. Вампирша, с которой я познакомился, ужасно богатая. Нам такие деньги даже и не снились. Ну вот, с этого нужно было и начинать, папуль. Все, я побежала собирать вещи. Кстати, у нее есть дочь твоего возраста. Ну ладно, не услышала. Будет сюрприз. Ой, надеюсь, они подружатся. Виолетта, зачем вы приперлись в этот магазин? У нас все равно нет денег. Мой отец сегодня познакомит меня с моей мачехой. Она безумно богата. Надо к ней подобриться и подарить ей что-то очень богатое. Например, вот это платье. Ты что, смотри не за пачкой. Ты видела, какие здесь цены? Прошу прощения, вам что-то подсказать? Нет, нет, спасибо. Мы просто смотрим. Иди сюда. Только тихо. Это плохо закончится. Плохо закончится. Эмма, ну что, ты там уже примерила платье? Подходит? Да, отлично села. Заверните это, пожалуйста. Да, конечно, мисс Эмма. И, кстати, мы всегда рады видеть вас в нашем магазине как постоянного VIP-клиента. Сейчас блевану. Как же меня бесит эти мажорки. Виолетта, может, не надо? Так, приготовься. На счет три срабатываем и бежим. Все готово. Пожалуйста, наслаждайтесь своей покупкой. Спасибо. Охрана! Немедленно остановите их! Что такое? У нас кража, волбец! Ты как всегда! Ну, магниты же не сработали. Да, конечно. Охрана у нас сильнейшая. Простите, девушки, нам так неудобно перед нашим любимым VIP-клиентом. Не переживайте вы так. Я куплю у вас еще одно такое же платье. Ты что, вообще не испугалась? Откуда только здесь есть эти воры? Все в порядке. Рано или божно их поймают и посадят в тюрьму. Главное, чтобы мы больше никогда с ними не встретились. Ваша покупка и подарок от нас. Удачи! Спасибо. Так неудобно. Ну, все готово. Эмма, спускайся ужинать. Мамуль, как тебе мое новое платье? Красавица моя. Ох, а вот и гости. Ты кого-то пригласила на ужин. Как же хорошо, что я приоделась. А вот и мы. Да здравствуйте. Какое чудо. У вас же одинаковое платье, дочка. Это же ты. Воровка. А ты бежишь. Я нету. Я нету. Ты не получишь. Даже не смотри в мою сторону. Тебе конец. Ты успокойся ты. Ты что, вообще меня опозорить решила? Останешься вообще без карманных денег. Мама, это воровка. Виолетта. Это ложь. Сегодня она выхватила платье из моих рук. Виолетта, это правда? Не, оно идет больше. Что ты сказала? Девочки, успокойтесь. Вам же еще жить вместе. Что? Это и есть твоя девушка? Нет, глупенькая. Вот моя любимая. Рози. Рози, это я. А вот это ее дочь вампирша. Эмма. Ай, вот это отстой. Ну ничего, ради денег можно потерпеть такую хамку родственницу. Мама, что происходит? Ты объясни мне, пожалуйста. Эмма, это мой муж. Мы уже расписались, так что можешь нас поздравить. Поздравляю. Что происходит? Вы такая красивая пара. Спасибо, милая. Эмма, бери пример из сестры. Вот как себя нужно вести. Любимая, давай лучше проведи мне экскурсию по дому, а девочки пусть подружатся, пообщаются. Ну что, сестер? Не разговаривай со мной. Показывай, где твоя бывшая комната. В смысле, бывшая? А ты еще не поняла? Твоя жизнь теперь моя. Твои вещи, твоя комната и твоя мама тоже теперь моя. А вот и нет. А вот и да. И я буду ее любимицей. Бритни, нужно срочно позвонить Бритни. Ну что, поговорите с сестрой, подружились? О, да. Мы ведь обе вампирши. Нам есть о чем поговорить. А может, скажем им правду? Нет, я что, зря линзы покупала? Пускай думают, что я такая же, как и они. Эх, тяжело быть отцом обычного человека. До сих пор не могу поверить, что эта воронка с магазина оказалась твоей сестрой. Моя мама просто сошла с ума. Девчонки, привет. И мне привет. Какой же этот Оскар смешной. Стесняшка, очаровашка. Может быть, ты уже пригласишь его куда-то наконец-то? Только после тебя. Вот как признаешься Майку в своих чувствах, тогда и поговорим. Думаешь, он все еще меня любит? Мы же с ним уже полгода назад расстались. Ну, конечно. Ой, они уже уходят. Пошли на физрук, там с ними поговорим. Софик, как я выгляжу? Круто. Ты станешь королевой школы. А я лучшей подругой королевы. Я всегда мечтала быть теми популярными девчонками, которым завидуют. Мы с тобой и будем такими, Софи. Мы уже такие. Главное, что у нас теперь есть деньги мои мачехи. А твоя сестра, она точно нам не помешает, если узнать правду. Нет, Эмма уже проигралась. И, кстати, смотри, что я нашла в личных вещах глупышки Эмма. Что это? Личный дневник? Кто еще их ведет? Моя глупая сводная сестра Эмма. Видишь эту фотку? Кажется, этот парень ее любой. Смотри, здесь фотка из прошлого. Неужели они бывшие? Да. А еще она пишет, что мечтает возобновить их романтические отношения. Как думаешь, кто им помешает, Софья? Какая же ты крутая! Пошли поставим эту выскочку на место. Ну что, Оскар, смотрят девчонки на меня? Еще как! Мне бы твою популярность, Майк! Ну все, Бритни, я признаюсь в своих чувствах к Майку прямо сейчас. Удачи, Эмма! Майк! Свалила! Эй, ты чего? Ого! А эта девчонка смелая! Это вампирша! Моя подруга! Эти вампиры в школе сводят меня с ума! Отпусти меня, Эмма! Эй, ну ты как? Ты такой красавчик! И я Виолетта. Мы с моей подружкой Софьем новенькие в этой школе. Кажется, они повелись в то, что Виолетта настоящая вампирша. Майк, я очень сильно ударилась. Поможешь мне дойти до раздевалки и переодеться? А нет, он идет со мной. Ну все, тебе конец! Так, все, готово к нашему романтическому ужину. Сэм, любимый, иди сюда, пока девочки со школы не вернулись. Рози, у меня плохие новости. Давай не сейчас. Я приготовила нам свежие кровавые коктейли. Рози, мне звонили из школы. А я... Опять нужны деньги? Как же достали эти благотворительные взносы? Ладно, отправлю им чек. Ты чего? Рози, все намного страшнее. Девочки, подрались. Какие девочки? Наши, Виолетта с Эммой. Нас теперь вызывают к директору. Но и этого еще не хватало. Возьми черные очки. Глупая директриса не знает, что мы вампиры. Это последнее предупреждение? Ну, разумеется. Мам, отпусти. Если еще хоть раз эти двое вытворят что-то подобное, мне придется их отправить в школу для сверхъестественных существ. Пап, зачем ты надел эти глупые очки? Тихо ты, хулиганка. Мисс Моника, ну вы же знаете, что мне пришлось удочерить бедняжку Эмму. Неблагодарная. Девочка так мечтала быть среди людей. Вы благородный человек. А вы довольны? Мама, зачем ты постоянно ей даешь деньги? Я бы могла просто загипнотизировать эту училку. Она самая умная, да? Мисс Моника пьет вербину. Она не поддается гипнозу. Лучше бы подумала перед тем, как сестру обижать. Чего? Вот-вот, приемная. Я не приемная, скажи ей. Ай, мне приходится говорить учительнице, что я удочерила Эмму. Зачем? Чтобы и я, как и тебя, приняли в обычную школу. А меня они посадили в вампирскую тюрьму. Вампиров в этом городе не любят, доченька. Может, тогда поедем к нам в город? С нашими деньгами, разумеется. А ты скромная, я вижу. Мама, я точно никуда не поеду. Мы остаемся здесь. Если вы, конечно, будете себя хорошо вести. Рози, нам пора. Мама, подожди. Мне сегодня нужны деньги на вечер. Сегодня отмисовка. А ты под домашним арестом. Виолетта, а тебе я скинула на карту. Можешь купить себе какое-то красивое платье. Спасибо, мамуль. Ты ее балуешь, дорогая. Ну что ты, дорогой, это ведь моя дочка. Обалдеть! Просто с ума смотрите! Во что превращается моя жизнь? В кошмар. А, и кстати, сегодня вечером Майк заберет меня на тусовку. Да ты шутишь! Этого не может быть! Нет, не шучу. Вот моя переписка с ним. Нет, я не дам тебе забрать моего парня. Твоего бывшего парня. Неудачница. И да, ты мне не сможешь помешать, потому что ты будешь под домашним арестом. Бритни! Какой же ты, Эмма? Чего плохого же еще не произошло? Как же она меня бесит! Я как-то вытащу тебя сегодня из дому. И ты поговоришь с Майком до того, как Виолетта заподлит ему разум. Бритни, она и правда очень красивая. Ее ноги длиннее, чем вся я. Майк точно мне облюбится. Так, не говори ерунды. Вот самая красивая вопиша, которую я знаю. Да я ее уничтожу. Спокойно. Мне хочется вырвать ее волосы и сделать из них парень для моей бабушки. Слушай, давай сейчас без агрессий. В таких ситуациях самое главное держать себя в руках. Бритни, ты чего? Это не сон, не сон. Оскар, ты чего? Ну все, он с подругой Виолетты. Я не успела. Ты такой прикольный. Мне так нравится твоя прическа. Мне так нравится твоя прическа. Эмма, держи меня. А то я сейчас кофе вылью на ее крашеные волосы. Вспомнишь, ты сама говорила, как важно держать себя в руках. Спокойно, давай без агрессии. Мы так подходим друг к другу, да? Да. Ее волосы по-любому ставят мочалкой. Клянусь тебе. Спокойно, Бритни. Спокойно. Кажется, эти девочки не сильно любят новеньких в этой школе. Красивая брюнетка, это и есть Бритни. Я тебе о ней говорил. Не такая уж она и красивая. Она прекрасна. Так ты поможешь мне пригласить ее куда-нибудь? Ну конечно. Только для начала мы заставим ее ревновать. Да. Когда, говоришь, у вас вечеринка? Сегодня вечером. Тогда ты пойдешь со мной лыскать. Но как? Тогда, тогда Бритни поймет, что я с тобой встречаюсь. И не посмотрит в мою сторону. Ничего ты не понимаешь, глупенький. Мы заставим ее ревновать. Будь уверен. Она уже сегодня поймет, что ты ей нравишься. Я надеюсь, ты права, Софи. Я всегда права. Софи, ты еще здесь? Пошли быстрее. Нас ждет шопинг. Точно нужно выбрать наряды на сегодняшний вечер. Майку привет. Конечно, крутые они. Но Бритни круче. Мама, у тебя такой красивый костюм. Ты о моей пижаме? Это пижама? А я и не заметила. А я уже говорила, что розовый тебе очень к лицу. Что надо тебе, хитрая девчонка. Почему все эти хитрости? Мамуль, ну ты же помнишь, что сегодня у меня вечеринка. Конечно. Нужно еще отправить денег Виолетте. А вдруг девочке не хватит денег на такси? Мама, ей не нужны деньги на такси. Ее забирает мой Майк. А разве вы с ним не расстались? Да, но это вообще ничего не значит. Мы до сих пор любим друг друга. И обязательно сойдемся. Если, конечно, нам не помешает, это не до сестра. Это опять за свое. Но почему ты зришься на свою сестру? Она очень милая девочка. Кто? Вот этот демон в красном платье. Ты наговариваешь. Лучше бы учебой занялась. А вечеринка? Я все сказала. Ненавижу вас всех. Уроки сделай. Кажется, от твоего дочь не настроение. Это из-за нашего появления в вашем доме. Это все из-за ее противного характера. Эх, разбаловала я ее. Роза, любимая, может ты просто слишком строга с ней? Нет, я делаю все правильно. Не умеет гостей принимать, пускай сидит дома. Да, конечно. Размечталась мама. Я буду сидеть дома, пока моя сводная противная сестра уводит у меня парня. Ну уж нет. Алло, Бритни? Выезжаю. Ну что, Софи, ты готова сразить всех парней на повал? Всех не надо. Ну конечно, тебе нужен только красавчик Оскар. Ты что, влюбилась в него? Я что, глупышка, которая верит в любовь? Мне нужна победа. Мне так нравится, когда Бритни бесится, когда видит нас вместе. Как я тебя понимаю, подруга? Эти парни будут нашими, и мы почувствуем сладкий вкус победы. Мы сильнее, мы лучше. Эмма и ее подруга-неудачница Бритни уже проиграли. Пора тусить. Пора уничтожать конкуренток.